ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, ты себе тут? Ну, давай! Какую гадость с тобой на голову не оденет! У тебя так стоит! У меня стоит, у меня только у пачка стоит. Всем привет! Всем привет! Это жеребьевка чемпионата Украины. По дуэльной стрельбе. Чемпионат не обычный, а новогодний. Да, присутствуют разные красные гномики. По-другому не ругаться. Итак, мы вас приветствуем. Виталий Теченко, Сергей Стрельцов. Мы организаторы чемпионата Украины по дуэльной стрельбе. У нас по формату в групповом турнире происходит, собственно, разделение стрельков на группы в классе стандарт-манов, потому что их больше, чем 10 человек. Поэтому сейчас у меня в руках фамилии 16 стрельков, которых мы будем сегодня разделять на две группы. Классы стандарт и класс открытый, они не жеребятся, потому что там меньше, чем 10 стрельков. Поэтому те группы остаются цеными. А по мональщикам мы сейчас проведем жеребьевку работать. Счастливой ручкой у нас сегодня будет Виталий Теченковым, как директор матчей и самым независимым директором Украины. Вот колпак, вот 16 фамилий. Мы сейчас туда это все кинули. Он сам в слепую будет тянуть. Уже в этот раз я буду записывать фамилии, потому что у него хочет вечно такого великого человека. Поэтому я сейчас позаписываю, потом мы посмотрим, кто какой бы попал. Итак, Виталик тянет первую фамилию, первого стрелка. Первый стрелок идет в первую группу. Будет всего две группы. Грицанка Ольга. Грицанка Ольга – это первая группа, первый стрелок. Перемешиваем. Давай, не тяни время. Второй стрелок. Первый стрелок в вторую группу. Мы вторую группу закидываем. Оксенек Григорий. Отлично, Оксенек Григорий. Да доставай уже, слышишь? Следующий стрелок. Кручу-берчу, всех обмануть хочу. Шульгат Сергей. Шульгат Сергей, первая группа, второй стрелок. Следующий стрелок. Это второй стрелок во вторую группу. Гроза, Евген. Да, Женя Гроза попал во вторую группу. И следующий стрелок. Это будет третий стрелок в первой группе. Упери, Максим. Упери, Максим, отлично. Следующий стрелок. Стрелеца Сергей. То есть я стреляю во второй группе. Следующий стрелок. Петченко Виталий? Отлично. Петченко Виталий попал в первую группу. Да, Журик? Я стримался. Ну как мы близко с тобой. Нажели девушки. Улыбали. По большому счету, в принципе, сейчас все равно попадемли мы в одну группу или в две. А сейчас Виталий пока держит следующего стрелка. Смотрите, формат такой. Мы на Кубке Украины начинали стрелять с полуфинала. То есть выходили четыре лучших стрелка в классе. Сейчас мы немножко расширили формат. У нас немножко больше времени, потому что меньше людей на чемпионате. Поэтому получится следующее. Мы начинаем стрелять с четвертьфинала. Соответственно, в классе выходит восемь лучших стрелков. Соответственно, из двух групп мануальщика выходит по четыре человека. В стандарте выходит восемь. По-моему, их там даже девять или десять. То есть почти все. Одного на классе. Ну и в опене зарегистрировалось пять человек. Поэтому из этих пяти возьмем четыре лучших. Поэтому, в принципе, настреляться сможем. Полуфиналы, четвертьфиналы и финалы стреляются до двух побед. Динамическая дуэль тоже стреляется до двух побед и тоже с четвертьфинала. Поэтому, в принципе, настреляться успеем. По динамической дуэли. На кубке были замечания, что было сделано упражнение в пользу длинноствольщиков. В частности, у Петченко выиграл. Ну, кто же виноват, что он умеет быстро заряжаться? Ну, в этот раз, чтобы уже не травмировать психологические качества стрелков, у которых стволы покороче, чем у Петченко на ружье. Мы делаем таким образом. Вернее, как, ну, мню Николая Второй. Петченко просто поставлен в известность. Что на динамической дуэли будут как минимум две стрелковые позиции. Как минимум. Раз. Второе. На старте в динамической дуэли будет нестандартное количество выстрелов, а меньше, чем надо. И где будут находиться остальные патроны, я потом расскажу уже, собственно, на самой дуэли. Потому что, дабы не создавать, так сказать, предварительную возможность потренироваться. Потому что, если классическая дуэль, тут все просто. У нас 5 плюс 1. 5 зачетных тарелок плюс 1 копер. Положение заряжено патрон в патроннике оружия на предохранителе. Дослать патрон между первым попаданием в зачетную тарелку и поражением патронного копера. Тут все просто. Дистанция будет, ну, скорее всего, 8 метров, я подумаю, еще на месте или от 8 до 10. Поэтому еще успеваете потренироваться. Но по динамической дуэли будет все абсолютно неожиданно немножечко. Вот, стенка между двуэлянтами будет оригинальная. Вот, и мишеньки будут оставлены оригинально. Поэтому по-любому придется подвигаться. Тут без вариантов. Поэтому длина ствола длина магазина играть такой роли уже не будет. Не беспокойтесь. Итак, у нас четвертый стрелок во вторую группу. Хилькор Руслан. Давай. Так, теперь бы хорошо, чтобы... А, в принципе, у них же там одно ружье, но рядом рубежи, если что, разрус. А то Ира сейчас выпадет в другую руку, будет она бегать за ружье. Следующий стрелок Пидоренко Сергей. Отлично, Сережа идет в первую группу, это Петченко. Следующий стрелок Хилькор Ирина. Хилькор Ирина, а оно, не соль и в одной рубе, так что не подерутся. Единственное, что между собой, когда буду стрелять, как-то уже разберутся. Но я думаю, что тут волонтаринец возобладает, что она заберет ружье и все не закончится. Следующий стрелок Литвиненко Андрей. Литвиненко Андрей уходит в первую группу Петченко. Следующий стрелок Назаров Александр. Так, Саша, у нас во вторую группу. Малюта Альбина. Малюта Альбина, первая группа. И Малюта Дмитрий. Малюта Дмитрий, вторая группа. Все бумажки достали? Нет. Еще есть. У нас это получается муж-жена там, а тут муж-жена в разных местах. Они вообще муж-жена, они брат-сестра. Ребята, я что-то на них просто. Я просто не интересовался, поэтому не перейти привратно. В спину плевать не надо. Коваль, Валентин. Ладно, в первую группу пойдет. Так, раз, раз, раз. Еще один, Камал. Да. Властюк, Виталий. Виталик у нас уходит в вторую группу. Пусто? Властюк, Виталий. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, у нас в мануале 16 шлюбов. Две группы по 8 человек. Первая группа. Гриценко Ольга, Шульга Сергей, Куприй Максим, Петченко Виталий, Пидоренко Сергей, Летиненко Андрей, Малюта Альбина, Коваль Валентин. Вторая группа. Ксенюк Григорий, Гроза Евгений, Стрельцов Сергей, Хилько Руслан, Хилько Ирина, Назаров Александр, Малюта Дмитрий, Ласюк Виталий. Собственно, эти группы будут разбиты в пары между собой. Так же, как в стандартах, так же в открытом классе мы будем стрелять сначала в круговой турнир. По результатам которого у нас будут известны стрелки, которые выйдут в четвертьфинал. И дальше уже по олимпийской системе до двух побед они будут выходить из пары победителей, будут выходить в следующий круг. Так дойдут для финала. Соответственно, эта же система будет у нас относиться к динамической дуэли. На прошлом Кубке Украины мы динамическую дуэль стреляли только для финалистов. В этот раз мы решили расширить формат. То есть динамическую дуэль будут стрелять и четвертьфиналисты, и полуфиналисты. И мало того, мы снова повторим категорию абсолют. То есть победители в своих классах, открытый класс, стандартный класс и мануачи. Опять пересекутся между собой и разыграют звание абсолютного стрелка в Украине в гладкоствольном ружье. В прошлый раз у нас это звание выиграл Печенко, да? Нет, не это выиграл. А кто выиграл? А, Виталик выиграл за петопаст, да, по-моему? Нет, а кто? Нет, Эдик Склеров. Блин, Склеров. Эдик Склеров выиграл в прошлый раз у нас стандартный класс и выиграл уже звание абсолютного стрелка из гладкоствона. Ну, обещал мне матч реванш. Обещал, но не приехал. К сожалению, Десятый сейчас не стреляет, потому что он, скорее всего, так же, как и Загорный, такой же хитрый, хочет людей не побеждать. Ну, вот такое дело. Вот. Поэтому мы разыграем еще раз классическую дуэль, динамическую дуэль и абсолютную. Как получится? Посмотрим. Ну, мы надеемся, что будет интересно. Вот такие колпачки у нас будут у судей. Вот, все у нас судьи будут работать в таких колпаках. Так что отличительная черта на матче будет стопроцентная. Вот. Ну, всем стрелкам желаю. Хорошего настроения. Каких-то элементов новогодних, таких вот приколов в костюмах. Ну, и я думаю, что Печенка скажет заключительное слово. На этом мы будем заканчивать. Берите с собой хорошее новогоднее настроение. Праздник мы будем себе создавать сами. Поэтому, думаю, будет весело. И мы сможем закрыть сезон с таким огоньком. Всем удачи и до встречи. Тихо, тихо. Только не значит, что мы спалим следующий. Салют будет, наверное. Но огонька по минимуму, ребята. Все, удачи. Счастливо. Пока.